физкульт привет друзья и ученики сегодня поговорим на наболевшие темы несмотря на то что уже много очень статей и видеороликов и у меня и у других блогеров и вообще в принципе в сети можно найти о питании о похудении о жиросжигании и о сушке но тем не менее скоро лето и очень-очень многие желают на вас заработать как всегда неся в массы очень много ереси и чуши и сегодня мы с вами поговорим об этом но перед тем как начнем говорить хочу порекомендовать вам канал отличный канал для тех у кого есть маленькие детки и кто хочет их развивать и физически и психически смотрите канал спортивный сын и будете знать будете развиваться вместе с ребятами отец тренирует своего сына это очень замечательно это всегда лучше чем когда вы отдаете своего ребенка неизвестно кому тем более в наше время неизвестно к нашим баранам какие основные ошибки совершают люди когда хотят похудеть конечно же первая ошибка в том что мы хотим худеть к лету либо к отпуску либо вообще к чему-либо какой-либо дате естественно хотим это делать быстро это первая и самая опасная ошибка потому что все то что быстро приходит или уходит также быстро возвращается сегодня мы с вами узнаем почему и конечно же вторая самая распространенная ошибка но она зачастую не ваша она зачастую и честно говоря всегда в основном ошибка инструкторов ошибка тренеров в тренажерном зале когда приходит человек желающий похудеть что ему рекомендуют кардио кардио еще раз кардио до силовой тренировки после силовой тренировки и часто вместо силовой это самая полная чушь которая только может быть почему тот кто смотрит мой канал знает что кардио это большой миф тот даже человек который придумал кардио потом пошла аэробика сам умер от сердечных проблем на самом деле тренировать сердце нам не нужно хотя мы не об этом сегодня говорим но кардио классическое кардио монотонное долгая кардио пережигает в первую очередь мышцы нежели жир да да и и после кардио вам невероятно хочется жрать не кушать не есть а именно жрать и это проходят все мои ученики девчонки которые приходят ко мне тренироваться удивляются сначала отсутствию кардионагрузки мы делаем кардио только для разминки и в качестве заминки в конце тренировки и иногда крайне редко мы делаем интервальное кардио но опять-таки вне тренировочные дни в свободные дни от силового тренинга это очень-очень важный момент нужно понимать что для того чтобы нам целенаправленно качественно пережигать жир необходимо делать силовую нагрузку и естественно соблюдать определенные правила в питании о которых мы с вами сегодня поговорим на самом деле они очень простые и не требуют от вас никаких усилий тем более подсчета такого бжу которое всегда советуют итак друзья почему я не сторонник считать бжу и почему теория о том что перебираешь с калориями жиреешь не добираешь худеешь не совсем корректно все очень просто представьте себе что у вас есть к примеру две тысячи триста калорий которые вы должны съедать так вот если бы эта теория была правильной то в принципе можно было бы питаться одними тортами пирожными булочками да но не перебирать с калориями что будет с вами если вы будете так питаться даже если вы будете чуть-чуть не добирать в калориях но будете так питаться поверьте мне вы будете выглядеть отвратительно и где же вот эта теория о том что нужно набирать калории или не добирать профицит калорий дефицит калорий но практика немножечко другая и если придерживаться только такой теории только такого принципа построения своего плана похудения а лучше говорить жиросжигания то очень быстро вес останавливается и перестает падать но на самом деле на вес ориентироваться тоже не стоит я расскажу когда только стоит ориентироваться на вес итак кто смотрит мой канал знает что похудение жиросжигания и сушка это разные вещи мы с вами будем говорить о жиросжигании это тот процесс который требует от нас и от которого мы требуем максимально сохранить мышечную массу а может быть даже ее увеличить несмотря на то парень вы или девушка это вам будет полезно именно в процессе жиросжигания потому что чем больше у вас мышц тем меньше у вас жира чем больше у вас жира тем меньше у вас мышц к сожалению это правда что же нужно делать в первую очередь когда вы приходите в тренажерный зал сразу же поймите что для вас нужен силовой тренинг силовой тренинг будет сохранять вашу мышечную массу а если вы новичок и в большинстве случаев человек который хочет похудеть он новичок это будет давать еще и мощнейший стимул к именно жиросжиганию естественно все будет зависеть в дальнейшем от нашего с вами питания потому что худее мы сжигаются наши жиры и набирается мышечная масса не в процессе самого тренинга а ночью когда мы засыпаем и вот первое правило для тех кто хочет чтобы горел жир и росли мышцы необходимо не есть за два часа до сна ничего не казеин не тем более творог или молочку об этом еще поговорим чуть позже ни в коем случае все это обусловлено одной простой причиной если вы поели перед сном неважно что то гормон роста не выбросится и когда вы заснете у вас не будут происходить вот эти необходимые всем нам процессы то есть жир не будет гореть мышцы не будут расти и получается такой замкнутый круг даже если вы идеально питаетесь но поели на ночь перед сном за полчаса или как многие любят поесть и вообще лечь постель то все то что мы тратим наши усилия в питании в тренажерном зале будут сглаживаться нивелироваться это не есть хорошо поэтому запоминайте никаких перекусов тем более полноценных приемов пищи за два часа до сна это в идеале и так следующее о чем нужно помнить никакой диеты мы с вами не больные люди поэтому диета не для нас для нас правильное питание если вы планируете сесть на диету как часто бывает вот только сегодня получил сообщение тоже от одного инструктора из россии он не рассказывает точнее она что девочка тренировалась у нее похудела прилично потом пропала на месяц и вернулась у нее опять вернулись ее килограммы и она уже не может дальше сбрасывать но придерживаемся говорит всех ваших советов и они на ней не работают друзья это неправда все эти советы работают но ошибка была даже не у инструктора а как выясняется дальше в процессе нашей переписки девочка начала заниматься фитнесом аэробикой практически перестала есть все это время голодала за две недели она потеряла 15 килограмм до звучит типа круто но на самом деле любой из нас когда садится на какую-то вот такую жесткую диету ограничивает себя в чем-то мы не можем и не сможем с гарантией вам говорю постоянно придерживаться такого потому что мы просто тогда впадем в жесточайшую перетренированность депрессию потом начнем еще больше жрать что в принципе и происходит и запомните когда вы теряете вес таким образом преимущественно теряются мышцы конечно жир тоже уходит но преимущественно теряются мышцы но запоминайте очень важную формулу на каждый потерянный килограмм мяса от такой диеты от такого вида деятельности когда вы вернетесь к своему обычному режиму возвращаются плюсом 2 килограмма жира понимаете не стоит сразу рвать когти стремится к чему-то мы с вами вы нажираете годами то что хотите сбросить за пару недель нельзя так подходить к данному процессу и если вы планируете просто от заниматься месяц-два то даже не начинаете серьезно вам говорю вы разочаруетесь вы наберете вы будете выглядеть еще хуже чем до того как пришли в тренажерный зал пришли к тому или иному специалисту и независимо от того насколько грамотный специалист вы сами будете причиной ваших неудач только потому что вы хотите все делать очень быстро максимально быстро так нельзя нужно осознать у себя в голове это должно быть стремление как стремление любить стремление жить стремление есть оно должно вас родиться это как желание бросить курить ведь вы знаете пока курильщик сам мозгом всем своим нутром не осознает что он хочет что ему нужно необходимо перестать курить никакие уговоры ничьи уговоры ни родители нелюбимой женщины не помогут если мы говорим о мужчине что же нужно сделать нужно сначала конечно же разобраться в себе понять для чего вы это хотите во первых это нужно в первую очередь вам для здоровья для того чтобы хорошо выглядеть и не нужно говорить о том что нужно воспринимать меня таким или такой какая я есть все это полная чушь сами воспринимайте себя таким каким вы являетесь но я больше чем уверен что вы сами себе не нравитесь поэтому носите закрытые одежды и на пляже поэтому максимально не оголяетесь все очень просто итак друзья если вы действительно решили изменить свою жизнь начните ее вот здесь а потом все придет уже и в вашу жизнь не торопитесь единственное о чем я вас прошу настройтесь на долгую продолжительную работу и самое главное чем дольше и плавнее вы будете идти к вашему идеальному телу тем больше гарантий что вы получите эти это тело и тем больше гарантий что она у вас останется это тоже очень важный момент запомните каким бы лишним не был вас ваш вес конечно мы говорим в пределах там 10 ну максимум 15 килограмм нужно терять его максимально медленно в идеале будет если вы будете если начнете терять по 500 грамм в неделю это в идеале конечно чем дальше будет идти процесс тем сложнее тем медленнее и меньше будет эта цифра но не нужно этого бояться самое главное что процесс будет идти следующее о чем я не раз говорил уже но повторю еще сегодня в этом ролике никогда не взвешивайтесь на первых трех месяцах и не меряйте себя даже в зеркало не смотрите почему объясняю большинство людей приходящие в зал хотящие похудеть никогда не тренировались до этого ихние мышцы находятся в состоянии полной растренированности и когда вы начнете тренироваться мышцы будут уплотняться быстрее чем будет происходить процесс жиросжигания и первые три месяца вы можете становиться больше вы даже будете весить больше и большинство людей глядя на это находят себе оправдание вот я пошла в тренажерный зал и стало больше мне это не нравится друзья это говорит о том что все идет правильно что вы делаете грамотно все потому что мышцы уплотняются им понадобится больше энергии самим просто для того чтобы полноценно восстанавливаться и организм только через три месяца полноценно привыкнет к тому что вы делаете и начнутся видимые изменения начнется падать вес и конечно же падать объем и поэтому ваша задача не спугнуть себя первые три месяца поэтому убираем в сторону весы убираем в сторону измерительную ленту и завешиваем зеркала простынями это конечно шутка итак мы с вами знаем первое правило никаких диет второе правило не едим за два часа до сна третье правило не едим молочку вечером для большинства людей вообще в принципе стоит исключить молочку из своего рациона потому что насколько я знаю по последним данным больше 50 процентов населения не усваивает молочку и не забывайте что в молочке есть лактоза которая является сахаром которая тоже будет вызывать у вас тормозящие процессы в достижении цели похудения и так что нужно сделать первонаперво тем кто хочет похудеть это запомнить эти три правила которые я вам сказал следующее нужно в течение день недели записывать скрупулезно все что вы съели и когда время сколько чего вы съели потому что большинство людей свято верит в то что они едят мало серьезно если взять и записать потом посмотреть вы будете удивлены насколько много вы едите насколько больше вы едите чем вы думали и это к сожалению правда я работал одно время в женском коллективе там работали вот такие тетки они кушали с утра до вечера чай конфетка яблочко булочка не ходили на обед но свисали с обеих сторон стула и всегда говорили почему почему мы толстые почему мы не худеем мы ничего не кушаем на обед не ходим думаю не нужно объяснять почему да люди не то что не кушали а люди кушали без перерыва итак друзья следующее давайте будем говорить уж откровенно и смотреть на процессы похудения необходимо через призму инсулина что такое инсулин это гормон анаболический гормон самый сильный гормон нашего организма и именно от того как будет себя вести инсулин будет выглядеть композиция нашего тела именно инсулин решает куда направить питательные вещества в жировые клетки либо в мышечные да это задача инсулина в нашем организме так вот с помощью питания и тренинга вы можете и должны направлять питательные вещества к мышечным клеткам и естественно вызывать толерантность в жировых клетках то есть не должны жировые клетки реагировать на инсулин то есть при любом скачке инсулина а мы будем его контролировать я вам расскажу когда нам нужны скачки инсулина и как этого добиться все питательные вещества инсулин будет направлять в мышечные клетки жировые будут страдать будут усыхать не забывайте такой важный факт и не перекарливайте своих детей потому что в детском возрасте жировые клетки размножаются в нашем организме количеством а уже во взрослом возрасте только расширяются они то есть количество жировых клеток не будет увеличиваться будет только расширяться каждая жировая клетка так вот бабушки и дедушки перекармливающие своих детишек не забывайте что именно вы это первая ступень когда вы вредите своим детям потому что очень много появляется жировых клеток в организме и потом ребенку тяжело уже перестроиться тяжело контролировать себя и так вот я здесь уже подготовил для вас табличку надеюсь будет видно не будет отсвечивать что нужно знать про инсулин про инсулин нужно знать следующее что чем плавнее выбросы инсулина в течение дня тем меньше жира мы набираем что это значит это значит что нужно питаться как можно чаще как можно мелкими порциями и не вызывать скачков инсулина в течение дня самый важный скачок инсулина который должен быть у вас это после силовой тренировки и неважно обращаю на это ваше внимание когда закончилась тренировка вечером днем утром после силовой тренировки только вы закончили последнее повторение последнего подхода в последнем упражнении даже до заминки можно и нужно съесть что-то углеводное и углеводное из быстрых углеводов вот как раз таки это то время когда любители сладенького могут себя порадовать и даже если вы не любите сладкое вам нужно это делать именно такой прием самый главный который позволяет регулировать нам тот процесс чтобы инсулин направлял все питательные вещества к нашим мышцам и обделял жировые клетки запомните этот момент после тренинга неважно когда он заканчивается сразу же съедаем банан и выпиваем протеин либо это можно заранее подготовить смешав в коктейле если у вас проблемы с бананами можно просто использовать обычный сахар либо черный шоколад запомнили да друзья нам необходим выброс инсулина сразу по окончании тренинга неважно когда заканчивается ваша тренировка даже если она заканчивается поздно вечером итак проснулись мы здесь конечно я составил таблицу в идеале но просто вы должны придерживаться основных принципов и тогда у вас не будет никаких проблем с питанием проснулись мы да к примеру в 7.30 и у нас есть с вами 30 минут мы должны сразу же как проснулись выпить стакан 2 воды можно иногда добавлять туда чуть-чуть сок лимона если у вас нет проблем с гастритом кто имеет проблемы с гастритом тот знает об этом это будет запускать процессы метаболизма раскручивать процессы метаболизма вы сразу захотите в туалет и нужно после этого сходить в туалет сделать все что там нужно умыться выйти и наступает время вакуума да делаем вакуум потому что вакуум это единственное упражнение которое уменьшает диафрагму и соответственно уменьшается наш живот потому что когда мы едим у нас таки растягивается диафрагма если мы много едим если мы едим редко но часто да вы заметили что в основном у мужиков там жира как бы нет но животы очень большие это растянутая диафрагма из-за того что люди не могут найти для себя мотивации питаться по чуть-чуть и часто в основном мужики добытчики особенно если это средний класс необходимо работать много работать и кушают один два раза в день это утром немножко да и вечером обжираемся естественно такие животы вечером а многие еще и перед сном запомнили да этот момент так вот после вакуума можно сделать планку можно сделать скручивание на полу и важно делать мою гимнастику неважно есть у вас проблемы со спиной и даже если их нет если вы не хотите чтобы они у вас были утром это самое лучшее время для гимнастики как раз таки займет это все у вас примерно 30 минут после этого вы должны нормально позавтракать это к примеру 8 часов утра что должно быть в первом приеме пищи ни в коем случае не есть быстрых углеводов как многие любят как многие считают и я признаюсь раньше тоже так считал что утром как раз таки можно поесть что-нибудь такого и даже немножечко сладенького к примеру кашу с медом там или с сахаром да нет друзья ни в коем случае утром нельзя нельзя есть быстрые углеводы нельзя есть мед нельзя есть сахар нельзя есть вообще ничего из быстрых углеводов нельзя есть фрукты если вы любите и не можете жить без фруктов то нужно их перенести на второй прием пищи который будет примерно через два с половиной три часа это очень важный момент вот первые три приема пищи они в принципе одинаковые это медленные углеводы и белки что в первом что во втором что в третьем случае соответственно это восемь часов одиннадцать и два часа дня четырнадцать часов между каждым приемом пищи три часа между первым и вторым приемом пищи может быть два с половиной часа белки какие это могут быть белки в принципе любые если вы заметите то в таблице я не указываю жиры потому что надеюсь на вашу благоразумность и надеюсь что вы не кушаете не употребляете транс жиры остальные жиры нам необходимы нужны и полезны и в принципе сильно о них задумываться не стоит потому что все мы с вами обычно перебираем с углеводами потому что в основном вся пища к сожалению в супермаркетах которая сейчас продается она перенасыщена углеводами в основном быстрыми следите за этим какое соотношение белков и углеводов в первых трех приемах пищи это 50 на 50 можете здесь регулировать естественно где-то сделать 40 углеводов где-то 60 белков где-то можно сделать наоборот но главное чтобы хорошо загрузиться медленными углеводами перед тренировкой обычно это бывает у всех третий иногда четвертый прием пищи перед тренировкой важно поесть медленные углеводы и очень хорошо добавить туда творог потому что творог имеет инсулиновый индекс не высокий но инсулиновый отклик высокий о чем это говорит это говорит о том что инсулин поднимется но не сразу через какое-то время через два-три часа как раз таки после тренировки нам это с вами и нужно понимаете вот в чем мелочи такие которые нужно понимать и знать в четвертом и пятом приемы пищи это соответственно 17 и 20 часов мы с вами кушаем белки и салаты любые салаты зеленые ну естественно без майонеза без сметаны не какие-то там оливье а салат именно листья салата любую капусту в идеале углеводы потреблять из sweet potato это сладкий картофель не знаю есть ли он в России в нем нет крахмала его культуристы едят даже перед соревнованиями очень часто будьте очень внимательны с рисом потому что белый рис это в принципе быстрый углевод и поесть его можно сразу после тренировки но ни в коем случае не есть его в первый прием пищи и соответственно не кушать вечером то есть заметили что белки и углеводы мы с вами едим в первых трех приемах пищи то есть в начале дня чем ближе вечер тем мы убираем углеводы и переходим на белки и зелень морковка огурцы помидоры капуста но ни в коем случае не вареные нужно есть их свежими потому что к примеру капусту вы потушите у нее инсулиновый индекс резко повысится то же самое касается свеклы других таких подобных вещей ни в коем случае не ешьте их вареными разве что только сразу после тренировки и если при таком раскладе в 20 часов у нас последний прием пищи через два часа в 22 часа мы ложимся спать как раз у нас есть два часа на то чтобы организм переварил наш последний прием и когда вы заснули организм выбросил максимальное количество гормона роста какая лучшая добавка для того чтобы спровоцировать выброс гормона роста это аргинин аргинин желательно в порошке в чистом виде без каких-либо добавок аргинин можно выпить будет минут 40 до отхода ко сну можно его будет выпить утром тоже на голодный желудок и за 30-40 минут до тренировки тоже на голодный желудок это очень важно это будет провоцировать выброс гормона роста не забывайте что гормон роста выбрасывается после засыпания а когда мы хотим с вами худеть нам необходимо с вами хорошо и много спать если у вас есть возможность покемарить поспать днем то тоже не кушайте перед сном также за полтора два часа и это будет сподвигать ваш организм пережигать как можно больше жиров и приведет вас как вы хотите к более быстрому похудению если у вас есть какие-то вопросы по этой таблице то почитайте мою статью на моем сайте hmg.ru она так и называется инсулин и вам будет более понятно как все это работает но перед тем как перейти к подобному питанию и нужно это делать пошагово я напомню вам что мы с вами записывали в течение недели то что мы ели и когда мы ели когда вы все это запишите зная уже информацию которую я вам рассказал и показал на этой таблице вы сможете самостоятельно найти и увидеть ошибки в своем питании и какие первые шаги нужно сделать естественно убрать весь мусор из питания второе это нужно будет пересмотреть то что вы кушаете утром в первый прием пищи и естественно вечером обратить особое внимание на молочку ни в коем случае не кушать творог на ночь как раньше многие советовали я в том числе все мы ошибаемся но прогресс не остановить нужно следить за всеми современными исследованиями адекватными исследованиями и естественно принимать их на практике все что я вам рассказываю реально работает и вы знаете я сейчас тренирую Татьяну которая имеет канал Теджим это самый известный блогер русскоговорящий блогер женский о женском фитнесе Танюшка молодец и заметьте как она качественно улучшается при этом мы с ней она ест банан после силовой тренировки сразу мы не делаем кардио мы практически даже не делаем интервального кардио мы только основываемся на питании через призму инсулина и тяжело пашем в силовом базовом тренинге по принципу периодизации друзья вы знаете я вам рассказал уже полностью про питание я вам постоянно говорю о периодизации кстати наша закрытая группа растет очень радует это появились новые люди группа оживает люди начинают общаться между собой что такое закрытая группа для тех кто не знает это периодизация силового тренинга где на каждую новую неделю я выкладываю новую программу тренинга основанную как раз таки на различных типах мышечных волокон и вы не переутомляя свою центральную нервную систему идете пошагово к своей цели не забывайте что тренироваться нужно всегда одинаково если вам кто-то говорит что 15-20 повторений это на рельеф там еще какие-то повторения на силу что-то на массу это все прошлый век это миф и чушь тренироваться всегда нужно одинаково а вот то как мы с вами питаемся и определяет то как мы с вами выглядим если мы питаемся грамотно грамотно подходим к составлению своего дневного рациона то мы можем с вами избавляться от жира если же мы с вами хотим набирать массу то тоже мы с вами регулируем свое питание силовой тренинг он всегда одинаковый и вы знаете что у меня много учеников и в живую и дистанционно и на самом деле персональный тренинг он в первую очередь основывается именно на питании а тренировки в основном они одинаковые конечно иногда в основном для выступающих спортсменов приходится корректировать программу тренинга смещая больше нагрузку на ту или иную мышечную группу обычно это для девчонок выступающих в бикини потому что бицепс бедра и спина у девочек отстают но основная моя мысль когда вам говорят как-то особенно потому что вы эктоморф мезоморф или еще там кто-то или у вас если вы девочка грушевидная или песочные часы все это чушь это сделано только для того чтобы выкачивать с вас деньги на персональный тренинг поверьте мне у меня были свои залы в россии у меня сейчас свои залы в америке и я вижу это все и понимаю в основном мы владельцы залов делаем деньги не на ваших абонементах а на ваших персональных тренировках нам это выгодно чтобы вы как можно меньше получали результата но как можно дольше и больше ходили и платили за персональный тренинг к сожалению и это я вам гарантирую в большинстве курсов именно обучающих курсах специальных персональных тренеров для современных фитнес-центров обучают именно этому чтобы клиент не получал эффекта от тренинга как можно дольше специальными технологиями выкачивать из вас деньги к сожалению это горькая правда в своих залах я стараюсь этого не делать поэтому у нас совершенно другие условия мы совершенно по-другому контактируем и работаем с нашими персональными тренерами друзья если вы хотите грамотно тренироваться вам просто нужно изучать мои статьи видеоролики вся информация в абсолютно бесплатном доступе если у вас нет времени если у вас нет желания изучать все это просто вступайте в мою закрытую группу и будете получать гарантированно каждую неделю программу тренировок по принципу периодизации и будете прогрессировать надеюсь я не утомил вас столь долгим роликом и вам был он полезен но сейчас мы немножечко еще поговорим о воде почему о воде потому что многие из вас думают что пьют достаточно но уберите кофе уберите чай уберите супы борщи их сколько чистой воды вы пьете в день хорошо если стакан а это в первую очередь является тормозом любых процессов в нашем организме потому что жиросжигание процессы строения мышечных волокон требуют воды любой процесс в нашем организме требует воды и если вам его не хватает если вы постоянно испытываете жажду это говорит о том что вы сами себя тормозите также не забывайте о необходимости приема таких добавок постоянно как витамин D потому что все мы испытываем его дефицит все мы испытываем дефицит селена это очень важная добавка которая которая регулирует не только наше здоровье она регулирует вообще очень многие процессы и селена в современной еде в современной индустрии питания практически нет поэтому будьте внимательны витамин D селен и жиры омега-3 это то что вы должны принимать постоянно также необходимо принимать особенно если вы тяжело работаете или тяжело тренируетесь комплексные витамины но витамины я рекомендую все-таки принимать курсами два-три месяца пьете месяц полтора отдыхаете и снова два-три месяца пьете принимая все этого внимания вы очень быстро максимально возможно быстро и полезно для здоровья похудеете но не забывайте еще раз не старайтесь делать все быстро 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 потому что это приведет только к отрицательному результату друзья думайте всегда головой перед тем как заняться чем-то неважно спортом бизнесом каким-то либо важным для вас делом всегда максимально возможно получите информацию благо сейчас в сети можно найти любую информацию о чем угодно тогда вы сможете грамотно более-менее на начальном этапе разбираться в этом процессе которым вы хотите заняться и вас уже будет сложнее обмануть или направить в каком-то неправильном направлении извините за тавтологию ну все друзья буду прощаться если у вас есть какие-то вопросы пишите их в комментариях а мы с вами увидимся как всегда в тренажерном зале всем пока а это все 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 это и и Продолжение следует...